шалом дорогие друзья мессианская община шавей цион возвращенная на сион и студия oasis media мы продолжаем разбор или такая интродакция неглубокий разбор книги откровения важно знать что в ней написано и я просто напомню что это не есть список требований но там есть принципы которые нужно понимать это больше разговор к нашей душе чтобы могли впечатляться от господа бога мы не сможем истолковывать каждую вещь которую мы читаем здесь в буквализме потому что непонятно когда вещи происходят или когда произойдут некоторые вещи описаны здесь последовательно но возможно они случаются просто в параллельной реальности также прошлый раз я сказал что когда апостол иоанн описывал то что он видел здесь небеса использовал терминологию богатого ювелирного магазина когда подобные вещи видел апостол павел говорят у меня просто слов нету чтобы описать их поэтому каждый избирает свой подход но я уверен что наши души когда мы читаем эту книгу впечатляются начинаем пятая глава и увидел я в деснице в правой руке у сидящего на престоле книгу написанную внутри и снаружи и запечатанную семи печатями книга и снутри и снаружи вся исписанная но запечатана ничего нельзя увидеть сложно понять что это такое книга может быть диск может быть флешка мы не знаем что это мы когда слышим слово книга в израиле автоматически вспоминаем емкий пур судный день и вы знаете в еврейской традиции в емкий пур закрываются все те книги которые были раскрыты в роша шана в еврейский новый год или в трубный день и когда стали взвешиваться дела каждого человека и записываться суждено такому-то человеку жить еще или нет мы все это знаем очень приблизительно но мы понимаем что каждый момент нашей жизни кем-то запечатляется господь знает о нас все и знает наши поступки не только в том практическом виде как они были совершены он знает мотив сердца который подтолкнул нас к чему-то это являет нас для него открытым листом и когда в один день каждый из нас каждый без исключения явится на его суд все будет открыто мы будем чувствовать вину за грехи мы будем радоваться когда какие-то вещи были сделаны в нас с лучшей с доброй мотивацией вера в праведного машиаха искупившего нас будет елеем на нас потому что будет очищать и возвышать нас моментально как еще сказал верующие на меня на суд не приходят не в принципе не в смысле что не будет стоять и слышать вину свою но в том плане что будут оправданы жертвой ешуа перед господом богом он праведник взявший на себя грехи всех нас вы знаете в израиле в иудаизме существует такое выражение цадык праведники допустим есть такое движение любовичских хасидов хасидей любович или хасидей бреслов праведники бресловских бресловские то есть люди которые безмерно уповают на заслуги своего лидера перед господом богом и вы знаете я думаю вот это выражение хасидей ешуа цадыкей ешуа оно очень применимо к нам потому что мы действительно уповаем на ту праведность которую ешуа приобрел для нас своей смертью и воскресением из мертвых и это является тем оправдывающим инструментом для нас в грядущем божьем суде но это также для нас вызов чтобы мы могли уподобляться нашему учителю и следовать правильно за ним достигая святости в наших устах наших помыслах наших делах многие из нас когда я говорю эти слова готова вот уже вообще невозможно жизнь такая напряженная выкручивает нас я отвечу фразой на мною заданный же вопрос или вами заданный же вопрос который ешуа сказал невозможное человеку возможно господом богу и вот здесь вот мы читаем я видел у сидящего на престоле книгу сидящий на престоле разумеется это творец и книга о каких-то вещах и и никто не мог открыть и видел я ангела сильного провозглашающего громким голосом кто достоин раскрыть сию книгу снять печать ее и никто не мог ни на небе ни на земле ни под землей раскрыть сию книгу не посмотреть в нее и я много плакал о том что никого не нашлось достойного раскрыть читать книгу сию даже посмотреть в нее очень интересное место почему оно интересное в прошлой главе я рассказывал об ангельских чинах и там были существа великой мудрости которые сидят перед господом богом которые низводят силу взятую от него другим существам и они не могут не могут почему не могут ах с один из старцев один из небожителей говорит не плачь вот лево от колена иудина корень давидов победил и может раскрыть книгу сию и снять 7 печатей с нее знаете это место говорит нам еще раз о той возвышенной роли которую в начале бог определил для адама но мы знаем историю библейскую историю без историю и хронологию во многих античных записях что адам первый человек или первые люди не удержали свое призвание они могли быть связующими между небом и между землей и тогда господь из семени авраама поднимает еще одного последнего адама так его называет равша уль апостол павел ешуа из назарета который пришел в этот мир божественное в нем было сокрыто там внутри кто его видел он проходил все искушения на этой земле как обычный человек теми же самыми вещами которые искушаешься ты и искушаюсь я были его искушением но в отличие от тебя от меня от прошлых великих людей он смог противостать решил следовать полностью за творцом и таким образом он испытавший на себе эту борьбу может для нас быть образцом а если как некоторые говорят ешуа родившись в этот мир был нейтрален ко всем грехам он был как бы шел а грехи вокруг него искушение осыпались подобно пеплу то как таковой может быть для меня образцом для подражания как ангелу я могу подражать ведь ангел не испытывает тех баре не тех страданий тех мыслей которые испытываю я и ты и переживаний и и сердцебиений и прочее но ешуа да в ешуа мы восстанавливаемся он первенец вот лев от колена иудина корень давидов победил может раскрыть книгу сию только подумай что благодаря божьей милости раскрышую раскрывший в тебе веру в него ты прилепляешься к нему и становишься один с ним и заходишь туда 6 стих и я взглянул и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланы имеющий семь рогов и семь очей которые семь суть духов божьих посланных на землю ну понятно что здесь говорится о ешуа из назарета семь рогов всем очей семь это число полноты и это говорит о том что у него власть святости рог на иврите это керен керен это не только рог это также еще и луч то есть от него исходят всем свечений а семь глаз это как будто он обозревает всю землю семь духов я бы здесь наверное бы сказал что перевод не вполне корректен и правильнее бы сказать семисложный дух дух божий на нем семью различными характеристиками то есть он стоит как явный представитель творца здесь нет никаких сомнений он стоит семь рогов ли 7 кранод и 7 очей и семисложный дух это все те атрибуты которыми господь бог раскрывается своему творению и в данном случае мы видим что это в какой-то в каком-то виде находится на агнце кто есть агнец понятно и он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле и когда он взял эти книги тогда четыре животных 24 старца пали пред агнцам имея каждый гусли золотые чаши полные фемиана которые суть молитвы святых то есть они признали власть ешуа в духовном мире какие-то вещи более понятно чем нам земном черно-белое наверное мы живем в более серо-буро-малиновом мире там в духовном мире как говорит в ефесянах апостол павел ешуа воссел над всеми престолами царь царей и господь господствующих и написано девятый стих и поют новую песнь говоря достоин ты взять книгу снять нее печать ибо ты был заклам кровью свою искупил нас богу из всякого колена и языка и народа и племени здесь очень важно на секунду остановиться колено язык народ и племя это как бы области в которых господь бог своим откровением достигает нас колено двенадцать колен язык евреи говорят на нескольких языках народы разные народы которые он достигает и племена то есть племена это по всей видимости группы которые стоит отнести к тем семидесяти племенам которые произошли от ноаха то есть как бы по не спадающий чтобы охватить всю землю и сделал нас царями и священниками богу нашим и мы будем царствовать на земле и мы будем царствовать на земле когда-то бог сказал авраму и я сейчас говорю интерпретационно не буквально как написано в писании будет я призываю тебя если пойдешь со мною то ты твои потомки потомки победите вавилон он будет я сделаю твоих потомкам царями и священниками это обетование потом повторяется моисею но потом из-за грехов или точнее за греха золотого тельца только колено леви удостаивается царственного священства в ешуа происходит нечто очень интересное и я здесь хочу сказать слова тем людям которые ходили в вере в ешуа на каком-то этапе разочаровались возможно вас обидели или еще что и вы пошли в разные направления другие направления близкие к торе но вы отвергли ешуа многие из вас стали как бы шабы сгой субботним боем типа я буду греться возле синагоги зная что к торе я не могу дотронуться жаль что вы оставили упование на ешуа потому что в нем подобно народу израиля подобно 12 коленом вы были в first class в первом классе самолета а по своей воле оставив еще перешли в эконом-класс этого не нужно делать нужно обновлять веру искать господа бога искать людей которые могли могли бы вместе с вами делиться словом если нет молиться господь все равно даст ответ на эту тему кстати этот текст очень похож на то что мы читали у пророка даниила по крайней мере я всегда когда читаю этот текст я как бы вижу он даниил горит вижу идущий подобно сыну человеческому 11 стих читаю и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы тем и тысячи тысяч которые говорили громким голосом достойно агнец заклоны принять силу и богатство и премудрости крепости чести славы и благословения и всякое сознание создание находящиеся на небе на земле и под землею и на море и все что в них слышала слышал я говорила сидящему на престоле и агнецу благословения и чести славы держава в веки веков и четыре животных говорили амен и 24 старца падали поклонились живущему во веки веков так заканчивается 5 глава суть этой главы и шо меркозию центральности его он пришедший из рода авраамова он начинает он заканчивает то что начинает авраам он выстраивает не только своими практическими делами на земле исцеляя и благословляя и уча но воскресением из мертвых он выстраивает какие-то духовные вещи склеивает разрушенное он восстанавливает делает тикун исправление и в один день он вернется чтобы царствовать многие люди на земле опьянены опьянены и не видят его к сожалению но многие да видят получили особенную благодать от господа как важно держаться за эту благодать возвращаясь к началу этой главы 5 книги и как важно знать что мы записаны в книге в особенной книге не ту не про ту не в той в про которую здесь говорится а в той в которой записаны все принадлежащие господу богу то о которой здесь говорится это грядущая история земли и мы об этом будем учить на следующих уроках а пока я прощаюсь с вами благословение вам из сиона любим вас молитесь о нашей студии об участниках и я хочу также напомнить что если господь побуждает вас жертвовать очень легко сделать нажмите donation там paypal и вы просто сможете пожертвовать какие-то деньги на наше служение у нас всегда есть потребность в этом пусть бог благословит вас миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w . азис дефис медиа . tv